Бонжур, отус! Меня зовут Рината, и сегодня я расскажу о тех русских фразах, которые французы употребляют и в своей повседневной жизни. Если вы хотите узнать, что же они заимствовали из русского и как это звучит по-французски, продолжайте смотреть это видео. Прежде чем мы начнем, я попрошу поставить лайк этому видео, таким образом поддержать меня, и подписаться на канал, чтобы не упустить будущие видео. На самом деле, когда я слышу какие-то русские фразы или фразеологизмы, которые мы можем дословно перевести на французский язык, я очень удивляюсь и вдохновляюсь. Вау, мысли французов сходятся с нашими, получается частично их полет мысли похож на наш. Для меня лично это подтверждение схожести наших культур и того, что истории наших стран действительно очень близки. Поэтому сегодня я расскажу вам о десяти фразах, которые вы можете не бояться переводить на французский язык дословно и употреблять в своей повседневной жизни. Фраза номер один. Он решил себя взять в руки, но есть одна проблема. Следующая фраза, моя любимая, я не устаю ее повторять как на русском, так и на французском. Если лучшая защита это нападение, то мы хотим тебя видеть в нашей команде. Следующая фраза, каменное сердце. Меня бросила девушка, у нее просто каменное сердце. Французы также любят говорить последнее слово. Точнее они его имеют. Сказать последнее слово. Поэтому, может быть, он вернулся, чтобы сказать свое последнее слово? Еще одна фраза. У препода потом будет зуб на тебя, если он не получит последнее эссе. Следующая фраза. Убивать время. Сегодня очень скучный день, но ничего, нормально. Я умею убивать время. Или у меня есть привычка убивать время. Французы также умеют уходить по-английски. Филе а л'англез. И примечательный факт, что англичане и американцы говорят, что они уходят по-французски. Ты видишь, что он не остался только 5 минут и он уходил, и что он филе а л'англез. Нет, но ты это видел, он вчера и 5 минут не пробовал. Ты ушел по-английски. Следующая фраза. Я думала, что свойственна только русским людям, но на самом деле нет. Улыбаться как дурак. Он мог сидеть в парке в одиночку и улыбаться как дурак. Еще одна фраза. Играть на нервах. Мой бывший играл у меня на нервах весь вечер у Полины. Какой? И последняя на сегодня фраза. Но работа, которую я выполняю так важна, это вопрос жизни и смерти. Ребята, надеюсь, что вы так же приятно удивились, как и я в свое время, что вы начнете употреблять эти выражения в своей повседневной жизни. Пишите так же в комментариях те фразы или фразеологизм, с которыми вы сталкивались, которые вас поразили. Мне будет так же интересно открыть для себя что-то новое. Вам я желаю хорошего дня и говорю о плюс.